Добрый вечер, друзья. Следующая наша тренировка. Сегодня Pilates Mad и ее буду проводить я, тренировка с фитнес. Меня зовут Валена. В магазине будет Кристина. И сегодня для вас мы подготовили тренировку Pilates Mad для начинающих. Поэтому вам понадобится коврик, полотенце и в принципе наш прямой эфир. Ложись. Надеюсь, все готовы. Прекрасно. Вы укладываетесь на спину. Смотрите, очень важный момент. У вас есть полотенце. Его лучше расположить под вашу голову, можно под шейный отдел. И для того, чтобы разгрузить шейный отдел, вы просто вытягиваете макушку вверх. Далее мы с вами. Руки вытягиваем вдоль корпуса. Клечи опускаем вниз. Стопа у нас с вами за шейный тазовых костей, колени, зубы, тель. Мы с вами делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Первая наша часть будет посвящена дыхательным упражнениям. И дыхательное упражнение это очень хорошая профилактика для нашей легочной системы. Поэтому вы спокойно дышите, выравниваете свое дыхание и делаете его очень глубоким. Глубоким и спокойным. Глубокий вдох до три счета и глубокий выдох также до три счета. Представьте, вздышаем носом. Глубокий вдох через нос, глубокий выдох через нос. Если вам только некомфортно, вы можете добавлять вдох через выдохную полость. Далее я вам предлагаю положить правую руку на верхнюю часть грудной клетки, левую руку на брюшную полость. И продолжайте дышать. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. И здесь он начинает анализировать, как вы дышите. Возможно, вы больше дышите грудной клеткой, возможно, вы дышите больше блюшной полостью. И сейчас нам нужно будет сами поменять то дыхание, которое привычное для вас. Если вы больше дышали грудной клеткой, попробуйте дышать больше животом. Если вы больше дышали блюшной полостью, дайте подышать вашей грудной клетке. И сейчас наша с вами задача перейти от того дыхания, которое привычное для вас, в то, которое будет полностью вас наполнять кислородом и увеличивать ваш вдох. И в следующий раз на вдохе направьте вдох именно в ту зону, где вашего дыхания было недостаточно. Также вы можете смещаться ладонью куда-то вправо, куда-то влево, да, возможно, где-то в обрежной полости вы хотите увеличить свое дыхание. И наша сейчас с вами задача, чтобы две ваши ладони равномерно на вдохе поднимались и равномерно вы как будто сдуваете некий воздушный шарик внутри вас и высвобождаете себя от воздуха. Вновь вдох и спокойно выдох. Если во время этого дыхания вам хочется кашлять, вам хочется зевать, это нормально. Когда наши легкие начинают двигаться, когда мы начинаем увеличивать дыхательную нашу кускулатуру, увеличивать возможности нашей дыхательной системы, возможно, захочется кашлять, возможно, захочется зевать. Поэтому вы можете себя не сдерживать. Хорошо. Я думаю, что вы справились. И мы с вами перейдем к нашему реберному дыханию. Он называется это боковое среднеребрное. Ваша задача захватить свои ребра как можно шире по бокам. И чем шире захватиться, тем лучше. Мы делаем с вами глубокий вдох, расширяя грудную клетку в разные стороны. А затем очень плавно с выдохом вы направляете ребра вовнутрь, к низу. Вновь вы делаете глубокий вдох и глубокий выдох. И сейчас вы можете пофантазировать и представить внутри вас большой воздушный шарик, который на вдохе начинает увеличиваться, а на выдохе он начинает сжиматься. И вы можете это сделать, увеличить свою грудную клетку в разные стороны, а затем ее немного сделать хуже. Продолжаем с вами работать, делая глубокий вдох и глубокий выдох. Под пальцами вы можете почувствовать движение ваших ребер в разные стороны, а затем очень плавно вы как будто сокращаете расстояние между своими ребрами и грудная клетка становится немного хуже. Продолжая сейчас работать. Почувствуйте, как ваши спина становятся немного шире, ваши лопатки больше погружаются в пол. И вот здесь я попрошу вас проконтролировать три костные структуры. Ваш крестец, заднюю стенку грудной клетки и вашу подзатылочную зону. То есть три точки подзатылочной зоны, задняя стенка грудной клетки и ваш крестец хорошо погружаются в пол. И мы про них будем помнить все наше занятие. Данное дыхание, которое вы сейчас делаете, называется боковое среднеребрное и его используют очень хорошо в пилатесе. Оно будет нам помогать в основной части занятий. Сейчас мы с вами начнем выстраивать положение нашего центра. Поделаем глубокий вдох, расширяем ребра в разные стороны. С выдохом ребра вовнутрь к низу. Лобковая кость, лобковая сильность начинает стремиться к нижней части живота. Вновь мы делаем глубокий вдох, расширяем ребра в разные стороны. С выдохом ребра вовнутрь к низу. Лобковая сильность двигается к вашему пупку. Как бы снизу вверх. Некий воображаемый лифт начинает двигаться вверх к вашим ребрам. И продолжаем работать. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Ваш крестец хорошо погружается в пол. И вы чувствуете легкий тонус по передней стенке вашего живота. То есть все немного мышцы живота начинают включаться в работу. И продолжаем работать. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Прекрасно. Еще мы с вами сделаем два-три дыхательных цикла. И очень важно два последних цикла сделать без помощи рук. Руки можно опустить вдоль корпуса и подышать именно так, но уже без обратной связи. Наши руки нам помогают, но мы с вами попробуем дышать так, как мы с вами сейчас порепетировали, но уже без обратной связи, без ваших ладоней. Хорошо. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Прекрасно. Прежде чем мы перейдем к основной части занятия, мы с вами проанализируем движение нашего позвоночника. Я вам прошу руки переместить под затылочную часть. Локти направим вперед. Вы можете совпнуть бедру вместе. Бедру вместе, стопы вместе. И чуть-чуть держать ваши бедры склеены. Так, сидим чуть-чуть. Локти направляем вперед. Вперед. И захватим под затылочную область. Под затылочную область. Большие пальцы направим вниз. Вниз. Хорошо. Сейчас вы начинаете очень мягко подниматься на выдохе вверх. Делаем глубокий вдох и на выдохе поднимаемся вверх. Ваши локти направляются слегка в стороны и вперед. Вперед. И опускаемся вниз. Сейчас вы должны работать. Не следите сильно за техникой. Ваша задача двигаясь вверх-вниз. Каждый раз на выдохе. Проанализируем движение вашего позвоночника. Как вы двигаетесь. Как вы двигаетесь. Поднимаемся на выдохе. И на выдохе. И на выдохе. И на выдохе. И на выдохе. Поднимаемся на выдохе поднимаемся на выдохе поднимаемся. Положитесь на бок. Очень удобное положение, как это вы спите. Ваша полотенца или ваша подушка будет под головой. Руку вы можете расположить либо впереди, либо под головой. Здесь индивидуальная история, как его расширяется. Ваша правая рука, левая, которая сверху лежит у нас с вами на голове. Локти направлены вперед. Далее вам необходимо проконтролировать положение корпуса. Корпус как будто вдоль прямой линии. И колени могут направлены быть немного вперед. Хорошо. Упражнение называется book opening, открытая книга. Можете представить здесь все в голове. Делаем с вами глубокий вдох. И на выдохе мы смотрим на локоть. И начинаем плавно стремиться за локтем, направляя локоть назад. И смотрим обязательно на локоть, раскрывая грудную клетку. Вдох в грудную клетку. И на выдохе мы себя начинаем возвращать обратно. И продолжаем работать. Делаем глубокий вдох и с выдохом смотрим обязательно на локоть. Наш взгляд связан с движением нашего шейного отдела. Поэтому вы не теряя взгляда двигаете за своим локтем. И здесь очень важный момент. Мы сейчас его проговорим. Когда вы двигаетесь, у вас двигается шея, грудной отдел и поясничная часть. Обратно поясничная часть, грудная клетка и шейный отдел позвоночника. Не забывайте про свое дыхание. Вдох на выдохе вы раскручиваетесь. Делайте глубокий вдох в грудную клетку. И на выдохе возвращаетесь обратно. Хорошо. Как дела к себе? Супер. Прекрасно. На этом месте должен был быть Никита. Мы его решили освободить, потому что ему было очень тяжело. Мы продолжили на прошлой тренировке. Тебе привет пригодит. Привет. Окей, дальше начинаем прогрессию. С вами сто. Левая рука, либо та, которая спереди, да, снизу вас, двигается вперед. И вторая рука сверху. Отлично. Если вам комфортно так и можете остаться, давай мы тебе полотенце чуть повыше поднимем. Окей, самое главное это комфорт. Мы делаем глубокий вдох. И на выдохе начинаем двигать правую руку на меня. Левая остается вдох. Хорошо. И мы раскрываемся полностью. Раскрываем грудную отделу. Грудной клеткой тянемся вверх в потолок. Потянулись в противоположную сторону. Вдох и с выдохом возвращаемся обратно. Угу. Прекрасно. Первая у нас с вами часть занятия посвящена мобилизации грудной клетки. Потому что мы с вами сейчас находимся в таком положении, что мы очень много вынуждены сидеть и находиться дома. Поэтому, готовя этот урок, я подумала про ваши лебра, про вашу грудную клетку, про вашу позвоночник. Плеча внец, вдох и с выдохом. Помним, что мы возвращаемся именно в поясничную часть, грудной отдел и шею. Да? Не хотелось бы прогиба сильного в пояснице. Поэтому мы с вами включаем косы в мышцокорпусную работу. Прекрасно. Дальше начинаем модифицировать. И ваша рука пойдет по верху. Вдох, 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 выдох. Можно улыбаться. Вдох и с выдохом возвращаемся обратно. Мы с вами увеличиваем амплитуду движения. Вдох. Ты можешь прям руками по полу, по полу двигаться. По полу, по полу, по полу. Прекрасно. Грудная клетка. И возвращаешь себя обратно. Как будто закручиваете мокрое полотенце. Как будто вы выжимаете. И еще раз мы с тобой сделаем. Вдох, 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 вдох. Наполняем грудную клетку воздухом. Прекрасно. И на выдохе обратно. Выдох, 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 выдох. Прекрасно. И я попрошу вас развернуться обратно на спину. Вспомнить то положение, которое было вначале. Мы с вами делали чистый лифт, как в тестовое упражнение. Нормально шею? Да. Окей. Возвращаем руки под шейный отдел. Бедра вместе, стопы вместе. Прекрасно. Локти направляем вперед. Вперед. Хорошо. И мы делаем с вами глубокий вдох. На выдохе поднимаемся вверх. И я вам предлагаю сравнить. Опускай все вниз. Да. Предлагаю сравнить ощущения до ротационных движений. Да. И после продолжаем ротационных движений. Вы можете поделиться, написать в комментариях, да, ощущения с правой, с правой, с левой. Возможно, они разные. Возможно, они точно такие же, какие были. Возможно, просто не делали. И поэтому, грунтая лифта, как была, скажем так, плохо, подвижно так и осталась. Хорошо. И мы с вами сделаем с другой стороны. Давай мы лицом сделаем и превернемся на противоположную сторону паблика. Хорошо. Друзья, как дела? 8 часов. Уже 15 до 9. Сейчас сделаете тренировку пилаксы. Пойдете спать, Петра. Окей. Петра вместе. Хорошо. Локоть. Если вы работаете с партнером, возможно, кто-то вам помогает, пусть он будет для вас стеной, да? Двигайся на мере грудную плетку, либо таза вперед. Крастина, либо сюда, либо ногами чуть вперед. Вот так. То есть вы выравниваетесь в одну линию. Прекрасно. Локоть направляется вниз, ребра закрыли. Хорошо. Вы попали, раскрытие грудной плетки. Делаем глубокий вдох. И на вывихе начинает движение. Хорошо. Грудная плетка двигается вверх. И даете вытяжение своего корпуса. Вдох. И с выдохом поясничный отдел грудной и шейки. Обязательно смотрите на локоть. Вдох. И с выдохом наблюдаем за локтем. Раскручиваемся. Грудная плетка тянется вверх. Вдох. И с выдохом косые мышцы корпуса. Грудная плетка. Шейный отдел. Продолжаем. Сами руками вы поддерживаете шейный отдел. И как будто направляете его вслед за вашим локтем. Хорошо. Возвращаемся обратно. И не спешите. Ваше дыхание – это важная история в пилатесе. Дыхание первое. Движение второе. Да? То есть от дыхания будет двигаться ваша грудная плетка. Хорошо. Вернулись обратно. И руки перед собой. Да? Как сэндвич. Как сэндвич. Луки впереди. Хорошо. Здесь ребра опускаются немного вниз. Два головы поднимем. Клади. У меня все-таки идеальная модель. Просто такая в абсолютно любых. Делаем глубокий вдох. И на выдохе начинаем раскрываться. Начинаем раскрываться. Хорошо. Я немного блокирую движение в поясничном отделе Кристины. Но так как вы работаете самостоятельно, вам придется самому это делать. Я думаю, что вы успешно с этим справитесь. Вдох. И с выдохом. Раскрываемся. Здесь ваш взгляд перемещается на ладонь. Да? И вы двигаетесь до комфортного состояния грудной клетки. Вдох. И с выдохом. Реум-град вращаются. Да? Представляем мокрое полотенце. Мы его скручиваемся. Вдох и с выдохом. Это одно из любимых упражнений в моей практике. Потому что после него грудная клетка, скажем так, прям зазвучит. Зазвучит. И очень хорошо дальше устраиваются, да, все упражнения. Хорошо. И дальше вы усложняем, удлиняем движение вашей руки назад. Вдох. 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 Прекрасно. И на выдохе возвращаемся обратно. Вы можете выбрать два доходительных цикла. На вдохе раскрываться, на выдохе обратно. Можно сделать за четыре цикла. Вы делаете глубокий вдох. 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 И здесь заканчиваете вращение на выдохе. Затем вдох. Посылаете в грудную клетку. И на выдохе возвращаемся обратно. Прекрасно. Мы сделаем с вами еще два раза. И вернемся к упражнениям, которые мы начинали в начале. По полу. По полу. Да, да, да. Даем вытяжение в грудной клетке. Шикарное упражнение, да? Любимое. Любимое. Окей. Хорошо. И еще раз. Вдох. Вдох. Отлично. Выдох. Потянулись рукой и возвращаемся обратно. Прекрасно. Далее возвращаетесь вновь на спину. И опять возвращается на спину. В этой стороне останемся. Главное, тебе комфортно. Хорошо, дорогой у меня скручок. Хорошо. Мы с вами вернулись обратно. И у нас вновь счастливые движения грудной клетки. Петры вместе. Стофть вместе. Руки за головой. Руки за головой. Попробуем решить. Пальцем вниз. Да, и здесь у тебя замок. Прекрасно. Локти вперед. Делаем глубокий вдох. Поднимаемся с вами вверх. На выдохе. Хорошо. Прекрасно. И возвращаемся обратно. И здесь вы вновь начинаете сравнивать. У вас ощущение лучше стали, да? Более свободное движение в грудной клетке. Угу. Как центр включился. Очень часто от нашего плохого, от нашей плохой подвижности грудной клетки не так хорошо включается центр. Поэтому здесь наша задача уже начинать формировать форму позвоночника, про которую буду очень много говорить в дальнейшем. Угу. Вдох. Хорошо. С выдохом поднимаешься и обратно опускаемся. И еще раз один из того сделаем и наверху оставимся. Вдох и с выдохом. И здесь, друзья, очень внимательно. Когда вы поднялись вверх, я чуть красиво подержу, пока буду объяснять, ваша затылочная часть толкается в ладони. Ладони удерживают под затылочную зону. То есть у вас некое сопротивление. То есть вы не руками давите, а вы создаете сопротивление. Чуть выше приподнялись. Хорошо. Опустились вниз. Угу. И дальше мы на веру с вами останемся. Делаем глубокий вдох с выдохом. Поднимаемся вверх. Убережали будете держать. Хорошо. Смотрите на область живота. Сделайте глубокий вдох. Разберите животомиком. А затем с выдохом потяните его вовнутрь. Вновь делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Прекрасно. Еще раз вдох. Выдох. Толкайте толком назад. Вдох. И здесь как будто емкость у вас появляется. Такая большая ямочка. Вдох. И выдох. Прекрасно. Опускаемся вниз. Как дела? Хорошо. У нас с вами первое упражнение ценное части. Вдохом перед солью. Мы делаем глубокий вдох. Руки пусть останутся там. С выдохом поднимаемся вверх. С выдохом вверх. Прекрасно. Руки вдоль корпуса. Руки вдоль корпуса. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. И хорошо. В этом положении пять движений ладонью вниз. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем работать. Бедра вместе. Стоп вместе. От внутренней поверхности бедр запустите работу центра. Мышцы живота подтягивайте вовнутрь. Как будто у вас здесь клика, и вы пытаетесь ее удержать. Да? Можете поставить стакан с водой. Тогда у вас будет чуть больше мотивации. Чуть больше вытягивайтесь вверх. Здесь важный момент. Если ваша шея встает, вы руки возвращаете под шейный отдел. Не нужно терпеть. Не нужно давать мышцам шеи большую нагрузку. Да? Вам нужно их разгрузить. И сделать большую работу на мышцы центра и на вашу дыхательную систему. То есть помним, что мы ребра расширяем в разные стороны. И затем ваши ребра двигаются вовнутрь. Продолжение называется хандрисольный. Поэтому мы с вами делаем десять повторений. Пять вниз вдох, пять вниз выдох. Это один цикл. Таких нужно сделать десять раз. Как дела? Молодец. Хорошо. Опускаемся вниз. Но тебе сложнее. То есть сегодня у нас идеальная модель. Прекрасно. Колени к себе. Колени к себе. Подтяни колени к себе. Друзья, еще запомните это упражнение. Всегда ваш отдых. Можешь подтянуть. Очень хорошо в этом упражнении расстегиваются мышцы поясницы. Ваша поясница становится более расслабленной. Вы можете покататься со стороны стороны в сторону. Проблема. И далее мы с вами перекатом через сторону. Садимся в начало кубрика. Через сторону. Да. Прекрасно. Окей. Вы садитесь на начало кубрика. Вот сюда. Ножки стоят вперед. Хорошо. Следующее упражнение. Рулап, рот, даун. Нос видно? Все окей? Хорошо. Стопы на ширине тазовых костей. Руки под заднюю поверхность бедра. В этом положении вы максимально вытягиваетесь. Представьте, что в воде вас находится прямая стена. Вы сохраняете, естественно, изгибы позвоночника. Делаем глубокий вдох. На выдохе начинаем опускать это стесня, поясничный отдел в пол. Скругляемся, формируя си-форму. Представьте, что у вас здесь мяч от боулинга. Боулингом ходить пока нельзя, поэтому мы расставляем просто мяч. Вдох и с выдохом поднимаемся вверх. Окей. Хорошо. Вдох. Наша дырка улыбается. Видимо, там очень веселые капитаны. Окей. Подтягиваем мышцы живота. Смотри на живот, да? Помните, как наш взгляд связан с движением нашей шеи и, естественно, с движением нашего позвоночника. И вы сейчас каждый раз будете опускаться на пару позвонков вниз. Вдох и с выдохом. Ваши руки могут скользить по задней поверхности бедра, ближе к ягодице. Прямо скручивается. Молодец. Вдох и с выдохом. Толкаем стопы в пол и поднимаемся вверх, подтягиваем мышцы живота. Хорошо. У нас с вами очень длинный позвоночник. У нас с вами 32-34 позвонка в нашем теле. Поэтому у вас некая задача опускать себя каждый раз на один-два позвонка. И пробуем уже с тобой до лопаток опускаться, да? До вдох и с выдохом. Угу. Хорошо. С выдохом, с выдохом, с выдохом, с выдохом вниз. Внизу вы делаете вдох и на выдохе поднимаете себя. Выдох, выдох. Прекрасно. Молодец. Хорошо. Еще раз делаем до лопаток и мы будем сами полностью опускаться вниз. Угу. Мы сами делаем самый, так сказать, простой вариант. Турлапа, молдава. И когда вы поднимаетесь, очень важный момент. Вы должны стопами толкаться в пол. Если нет стоп, контакта стоп с полом, то будет крайне сложно сделать правильно. Ты работаешь. Вдох и задох. Опускайся полностью вниз. Полностью вниз, вниз, вниз. Не саживайте, вытягивайте вверх, в потолок. Вдох и с выдохом поднимаемся вверх. Вдох и с выдохом поднимаемся вверх. Белатус у нас все-таки функциональная тонировка, поэтому мне бы хотелось больше динамики. Вдох и с выдохом опускаемся вниз. Я специально сделала очень light версию в начале, для того, чтобы вы размялись. Вдох и с выдохом поднимаемся вверх. Окей. И еще я обещала очень многим, что это будет билат для начинающих. Поэтому, друзья, все мои обещания соблюдены. Вдох и с выдохом. Кристина тоже у нас начинающая, поэтому все в порядке. Вдох и с выдохом. Отлично. Слезы положим центру. Я тебе помогаю. Это все сама. И еще один раз. Вдох и с выдохом. Вдох и с выдохом. Прекрасно. Опускаемся, 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 опускаемся. Здорово. Если к вам очень сложно подняться, вы можете попросить кого-то, кто вам поможет. Но вы будете соблюдать работу центра. Хорошо. Дальше мы ложимся с вами на сухом. Вдох и с выдохом ложимся вниз. Прекрасно. Руки вдоль корпуса. Руки вдоль корпуса. И следующее упражнение у нас с вами будет для тазобедренного сустава. Он называется валоксом. Сейчас вы просто поднимаете правую ногу вверх. Согнуты в колени. Пока давай согнуты в колени. Я покажу самый простой вариант. Хорошо? В этом положении крестец хорошо погружен в пол. Ваши руки контролируют подвздошные кости вашего таза. Вы вытягиваете с верхней макушкой. Седалишный программитник называется осевое утяжение. Ваша правая нога совершает круговые движения. Вовнутрь, вниз, наружу, вверх. Вдох. На меня. Вниз, наружу, вверх. Прекрасно. Продолжаем работать. Согнутый вариант. Давай согнем. Согнем. Согнем коленки. Да, двигаемся. Согнутый вариант совсем для начинающих. Ведом. Помодрилось. Совсем для начинающих. Затем мы начинаем немного разгибать ногу. Да, это более очень продвинутый, который ты делаешь. И совсем прямой ногой вы можете сделать заключительный вариант. Да, вот туда. Вдох, выдох. Прекрасно. Руками можешь контролировать положение таза. Самое главное это контроль вашего таза. Контроль вашего утяжения. И еще одна. Учительный момент правильности выполнения этого упражнения. Вы хорошо давите противоположной ногой в пол. Далее ставим ногу наверху. Вторая нога вытягивается по полу вперед. Нет? Вот эту ножку тяни вперед. Хорошо. Вытягиваем переднюю поверхность бедра. Заднюю поверхность бедра. И в противоположную сторону совершаем круговые движения. Вдох и выдох. На собственной концепции. Корену упрямляем. Окей. Вы контролируете положение центра. Вы контролируете положение вашего корпуса. И самое главное это ваше утяжение. Хорошо. Вдох и выдох. Да? У вас множество вариантов сделать это упражнение правильно. И напомню, что задача этого упражнения это улучшение подвижности вашего тазобедренного сустава, стабилизация вашего таза и вытяжение вашего позвоночника. Сделаем еще раз. Вдох. Теперь стало лопаться. Хорошо. Сгибаем. Прекрасно. И все то же самое проделываем с противоположной стороны. Окей. Вдох. Первое движение вовнутрь. Да? Вовнутрь. Наружу. Вверх. Когда вы сейчас работаете, совершаете круговые движения, ваш один дыхательный цикл это один круг. То есть вы делаете вдох и выдох. Вдох и выдох. Прекрасно. Потягиваем. Потягиваем. Хорошо. Да. Да. Все отлично. Хорошо. Вдох и выдох. Далее ногу напрямляй. Напрямляй полностью. Выпрямляй противоположную ногу. Угу. Это более сложный вариант. Вы можете немного сротировать положение бедра и продолжаем работать в противоположную сторону. Вдох. И выдох. Здесь, когда вы работаете, проследите за линиями своей талии. Они остаются равномерными. Угу. Равномерно вытянутыми. Положение вашего таза также слабильно контролируем положение своего таза. Положение вашей ноги. Хорошо. Хорошо вытягиваемся. Макушки тоже вытягиваемся вверх. Прекрасно. Вдох. И выдох. Загибаем ногу в колени. Отдыхай. Отдыхай. Это упражнение очень важное для тех, у кого есть проблемы с тазобедренным суставом. Да. Уже, возможно, какие-то начинающие степени кукса артероза. Чтобы этого не было, мы как раз сделаем это прекрасное упражнение. Колени к себе. Колени к себе. Через правую и левую сторону. Ты переворачиваешься и садишься на начало коврика. Угу. Прекрасно. Садитесь на начало коврика. Следующий проход, кстати, роллинг лайк и голл. Ролл как мяч. Вы садитесь. Вытягивайтесь макушкой вверх. Прекрасно. Ваши стопы пока на полу. Возьмите, пожалуйста, за бедра чуть-чуть. Угу. Да. Мы начнем с вами упражнение. Отсюда. Вдох и с выдохом. Начни округлять поясничный отдел. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Да. И возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Первое движение будет от поясницы. То есть ваша задача здесь сформировать все формы. Отсюда мы именно пойдем с вами назад. Хорошо. И следующий раз наверху. Стоп. Стоп. Захвати себя за голень. Подтяни бедры ближе к себе. Хорошо. Удерживая это положение. Немного скрыглись в поясничной части. В поясничной части. И мы с вами приподнимем ноги над полом. Приподнимем, удержим баланс. Вернись обратно. Хорошо. Вновь. Поднимай. Удерживая положение центра. Держи, держи, держи. Молодец. Опускаем вниз. Если здесь уже вам достаточно нагрузки дальше не прогрессировать, мы делаем глубокий вдох. Приподнимаем ноги над полом. Опускаем голову вниз, как будто ты прячешь ее между своих бедер. Делаем вдох, перекат назад. И на выдохе вернемся. Оп. Молодец. И продолжаем. Делаем глубокий вдох. Опускаемся вниз. На выдохе возвращаемся обратно. И мне бы хотелось, чтобы это движение было очень мягким. То есть вы не падаете в пол. Вы мягко прокатываете свой позвоночник. Такой легкий самомассаж. Смотри вниз. Старайся сохранять все формы. Вдох. Вдох. И за счет мышц центра возвращаемся обратно. Прекрасно. Прекрасно. Сделаем еще три раза. Я верю вас, вы сможете. Окей. Хорошо. Так все хорошо? Молчат? Непонятно? Друзья, если все хорошо, все понятно, дайте знать. Мы уже будем с вами немножечко усложнять. Вдох. Хорошо. Выдох. Ты молодец. Ты крутая. Ложись на спину. Ложись на спину. Дальше моя любимая. Семь называется на Майджер 5. Мы будем прорабатывать мышцы центра. Центр будет просто гореть. Гореть можете делать по этих упражнениям и больше не тренироваться. Отлично. Колени подтягиваем к себе. Колени подтягиваем к себе. Хорошо. Мне тут показывают, что все отлично. Друзья, спасибо за обратную связь. Очень здорово, что вы с нами. Речь помним про формирование синформы позвоночника. Мы делаем глубокий вдох с выдохом. Смотри, грудная клетка, мышцы живота. Это мой сын. Хорошо. Здесь очень важно. Вы здесь лопатки держите над полом. Оставляя руки на правой ноге. На правой ноге, а левую вытягиваю вперед. На правой ноге, на правой ноге. Хорошо. Вы можете оставить ногу здесь. Вы можете поднять ее чуть выше. Тоже как вариант более простой выполнения. Опускаем ногу вниз. И с выдохом смена. Раз-два. Молодец. Да. Вы работаете. 8, 10 повторений. Да, можно сделать 16. Если вы должны прогринуть, продвинуть уже пользователь. Потом прогринуть уже спортсмен. Когда вы работаете, вы смотрите на угол живота. Смотрите на линии тая и смотрите на свое бедро, которое тянется в параллель с полом. Еще 4. Прекрасно. 3. Лопатки держим вверх. 2. Здорово. 1. Стоп. Колени к себе. Отдыхаем. Отдыхаем. Хорошо. Хорошо. В этом положении поясницу стараемся покрыть вес. Следующее упражнение. Double Leg Stretch. Вдох. С выдохом вновь все формы. Вдох. С выдохом поднимаемся вверх. Прекрасно. У вас такая некая группировка. Вдох. Ноги вытягиваются вверх. Руки вверх. Вдох. Руки вверх. Руки вверх. Прекрасно. Выдох. Обратная группировка. Группировка будет как отдых. Окей. Вдох. 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 Выши лопатки. Выши. Выши. Прекрасно. И выдох. Сгибай. Вдох. Руки тянутся вверх. Прекрасно. Смотри на живот, либо на бедра. Выдох. Прекрасно. Вы можете остаться здесь. Работаем. Вдох. Мы с этим будем чуть-чуть прогрессировать. Руки сюда и ноги немного вперед. И выдох обратно. И вдох. Руки к ушам. И обратно. Когда руки двигаются вверх, продолжай. Ваши лопатки остаются здесь. Вы как лодочку держите свое положение. Корпус. Сюда такая симформа. Руки вверх. Прекрасно. И в следующий раз. В следующий раз. Вдох. В стороны. Круг. И группировка. Прекрасно. Вдох. Вдох. Через стороны. Ваши руки не просто двигаются. Они как будто отталкивают вас. Хорошо. Делаем еще три раза. Вдох. Выше лопатки. Выдох. Кому тяжело, можете уже отдыхать. Еще два. Через себя. Вдох. Выдох. И помним, что дыхание это важная история. Мы дышим. Дышим. Работаем. Вдох. И выдох. Супер. Сгибай. Сгибай. У меня давно не было таких идеальных занимающихся. Класс. Следующий упражнение называется. Ван спрейт лэк стрейч. Делаем глубокий вдох с выдохом. Си форма. Точно так же. Си форма. И мы поработаем с задней поверхностью наших бедр. И вновь в концентр. Правая нога вытягивается вверх. Как свечка. Вытягивай. Держимся за голем. Либо за бедром. Левая нога вытягивается вперед. Вытягивай. Вытягивай. Хорошо. Друзья, колено согнутое. Может быть. Да. Может быть. Если вам достаточно тяжело растягивать заднюю поверхность. С выдохом смены. Раз, два. Прекрасно. Да. Но только ты держишься за голем. Да. Выпрямляй колено. И держись. Держись. Да. Продолжаем. Продолжаем. Выдыхай. Иногда я здесь даю такой образ. Вы как обезьянка. Отвязательно реально. То есть вы держитесь за свою ногу. И ваша задача сформировать еще больше сил форму позвоночника. Смотри на бедра. Смотри на область живота. И положение вашего танца остается в контроле. Не двигается. Линии талии вытягиваются. И вы максимально-максимально формируетесь в форму. Еще два раза. Раз. Два. Класс. Отдыхаем. Отдыхаем. Ну что? Колени к себе. Сейчас еще подожди. Еще два упражнения были классные. Посчитаем. У нас было три упражнения. Еще два. Magic five. Следующее упражнение. Дабл стрейк. Лев стрейк. В этом положении оставишься. Руки за головой. Мы помним, что у нас локти не в стороны, а немного вперед. И вы затылком толкаетесь назад. Для того, чтобы ваша шея вытягивалась вверх, еще спины. Ребра закрываем. Ребра закрываем. Лопатки в пол. И очень широкая спина. Ноги вытягиваем вверх в потолок, как спичка. Квистеть у нас сами лежит. Вдох. С выдохом подтягиваемся вверх. С форма. Подтянулись вверх. Выдерживаем это положение. Затылком толкаемся. Вдох. Ноги уходят вперед. Вдох. И с выдохом возвращаемся обратно. Молодец. Вдох. Живот начинаем втягивать. И только потом ноги возвращаются. Вдох. Умница. И выдох. Для продвинутых. Пятки вместе. Носки вврозь. Ви позиция. Вращаем внутрь наружу. Давай, давай. С тобой вдох. Выдох. Умница. Вдох. Супер. Выдох. Еще один. Вдох. Держать. И выдох. Класс. Колени сгибай. Отдыхай. Угу. Как дела? Супер. Еще одно. Мы подключим с вами косые мышцы корпуса в работу. Упражнение зацикл из-кросс. То же положение ног. Руки за головой. Угу. Важная деталь, друзья. Когда мы сейчас будем с вами работать, важен не тот локоть, который идет вперед, а тот, который выходит назад. То есть вы тянетесь вторым локтем назад, для того, чтобы раскручивать себя максимально. Угу. Окей. Делаем глубокий вдох с отдыхом. Поднимаемся вверх. Си-форма. Левый локоть к правому колену. Скручивайся. Раз-два. И смена. Раз-два. Отлично. Ваши лопатки над полом. И ваша задача локтем тянуться назад. Да? Возьмите у основания затылка. Хорошо. И вы тянетесь назад. Включайте косые мышцы корпуса. Прекрасно. Выдох. Выдох. И выдох. И представьте, что вы себя раскручиваете, да? Не сжимаете, а именно раскручиваете. Выдох. Еще. Выдох. Вытягивайте себя максимально. Еще четыре. Самое сложное упражнение. Три. Прекрасно. Лопатки выше. Два. И один. Мне кажется, что у тебя фанаты все это тревогается. Держи. Ага. Открывается. Отлично. Колени к себе. Друзья, если вы устаете, можно колени подтягивать к себе, пока не прокатываемся с стороны в сторону. Мы очень много работали с вами на сгибание нашего плоскочика, наш центр. Мы меняем сами плоскость и будем в другую плоскость работать. Вытягивайте плоскочика иначе. Через любую сторону переворачиваемся, садимся с тобой на край коврика. Угу. Ногами вперед. Ногами вперед. Ага. Красивая. Давай как по коврику. По коврику туда. Хорошо. Ножки лица гиды вперед. Угу. Отлично. В этом положении есть две вариации положения ног. Либо вы держите пятки вместе, носки брось. И на далее начинающих я предлагаю стопы на ширине тазовых костей и стопы на себя. Да? На себя, сильнее к невращению. Прекрасно. Руки перед собой. Руки перед собой. Это упражнитель Spine Stretch Forward. Представьте, что вы сидите вдоль прямой стены. Либо если вы находитесь рядом со стеной, вы можете вытягиваться вдоль стены. Ваша затыльная часть задницы до грудной клетки. И крестец вытягивается максимально вверх. Делаем глубокий вдох. Сокращая ягодицы, вытягиваемся. Вдох. Раз. Два. Три. Выдох. Тянемся к моей ладони. И вдох. 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 Прекрасно. Выдох. Вам нужно сократить ягодицы. Ногу себя поднять вверх. Вдох. Шикарно. Выдох. В следующий раз будем с вами сгибаться вперед. Этап за этапом. Позвонок за позвонком. Вдох. Начинает двигаться шире на отдел. Грудной. Прекрасно. Поясничный. Двигаешься вперед. Так. Выскругляемся. Делаем все формы вперед. Здесь важный момент. Плечи остаются внизу. Округляясь назад, вы здесь словно ковар расширяете свои лопатки. Вдох. С выдохом. Возвращаемся обратно. Если вы вдоль стены, вам очень хорошая обратная связь от стены. Как вытягивается позвонок за позвонком. Продолжаем. Прости. Работаем. Вдох. Этап за этапом. Сначала шея двигается. Голова. Шея. Шея. Затем. Грубой отдел. И вы двигаетесь сначала вперед, потом вниз. Здесь останься. Останься. Важно подтянуть мышцы живота. И расширить пространство. И расширить пространство в вашей пояснице. И вы ее растягиваете. И еще раз. Вдох. 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 Вытянулись. Удаляйте ребра от таза. И возвращаемся обратно. Прекрасно. Вытянулись. Прогибаем начало коврика. Раз, два, три. Чуть-чуть. Пролзли. Делаем полную грязь. Угла провода. Блестка. Страшформу. Пятки вместе. Носки бросим. Руки вперед. Руки вперед. Вдох. Вытянулись. Вдох. И с отдыхом начнем укладывать. Поясничный отдел вниз. Поясничный отдел вниз. Укладываем вниз. 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 Опустите себя полностью вниз. Руки назад. Над головой. И здесь, друзья, ваши руки не опускаются в пол. Вы вытягиваете руками вверх. А рукой опускаете вниз. Прекрасно. Полное вытяжение. Как будто вы отвисли на перекладине. Поднимаемся вверх. Вдох. И с выдохом. Вверх. Вверх. Прекрасно. И сразу вспаем стресс-форвард. Вытяжение вперед. Шикарно. Подкинуть вместе. И возвращаемся. Вдох. И с выдохом. Выкладываем себя вниз. Обращаем внимание на окна живота. Как вы удерживаете мышцы живота. Подтягиваете ли он у вас домиком надувается. Руки вытягиваются вверх. Стоп. И лёгра сразу вниз. Мы их не раскрываем. А наоборот закрываем, чтобы вытянуть. И возвращаемся обратно. Вдох. С выдохом. Сначала руки. И только потом ты двигаешься. Шикарно. Движение вперед. Стоп. Округляем. Округляем здесь. Молодец. Возвращаемся обратно. Угу. Очень хорошо. И еще раз. Вдох. С выдохом. Опускаемся, опускаемся, опускаемся. Вытягиваете. Нули. Супер. Вдох. И с выдохом поднимаемся вверх. Представьте, что вы стопами толкаете что-то впереди. В стену, например. Втучите соседей. Окей. Класс. Угу. Возвращаемся обратно. Ты жива? Все хорошо? Супер. Все. Все. Успокойтесь. Сейчас, кстати, мы разворачиваемся на живот. На живот. Ложимся на живот. Еще одна плоскость. Мы будем с вами теперь формировать нашу красивую осанку. Мы будем раскрывать грудной отдел. И упражнение, которое мы с вами делаем, называется Сулун Дайв. Ныряющая лепесь. И начнем мы с подводяющего упражнения. Пятки вместе носки в ось. Пятки вместе носки в ось. И стопы просто расслаблены. Да. Если вдруг вам некомфортно в области таза или в пояснице, можете стопы не смыкать. Ваши кисти стоят под плечами. И пальцы максимально широко, как ласты. Локти назад. И здесь вы уже макушка вытягиваетесь вперед. Хорошо. Давай на тебе положим здесь. Полотенце. Делаем глубокий вдох. Начинаем плавно приподниматься вверх. Приподниматься вверх до передних реблей. И возвращаемся обратно. Первый момент. Опустись вниз. Опустись вниз. Плечи опусти. Лобковый синтез опустите в пол. Шикарно. Когда вы его опускаете, поясницы немного вытягиваются. И здесь некое пространство между вашим животом и кобликом обращается. Нужно его удержать и подняться. Вдох. 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 Плечи вниз. Макушка тянет вперед. Выдох. Опускаемся вниз. Продолжайте часть работать. Пятки, гости, носки, брать. Сильные ягодицы вас удерживают. Поясницу вы вытягиваете, удерживая мышцы живота. И раскрываете именно грудную клетку. То есть вы грудной клеткой, ключицей, тянемся вперед. Кому-то привет. Кто передавал мне привет, всем привет. Плечи вниз. Макушка вверх. Хорошо. Опускаемся вниз. Локти назад. Шикарно. Пятки вместе. Хорошо. И дальше мы в нашу работу будем включать наши бедра. Да, можно только грудной клеткой поработать, но нам нужно все тело. Делаем глубокий вдох. Поднимайся вдох. Вдох, вдох, вдох. Ключицы, груди, натянемся вперед. С выдохом мы опускаемся вниз. И наши ноги поднимаются вверх. Вы бедрами вытягиваетесь назад. И возвращаемся в ранние бедра. Корпус вверх. Корпус вниз. Бедра вверх. Я очень люблю это упражнение. Оно мне напоминает детские качели. Как вы. Сели здесь. Корпус поднялся вверх. Сели здесь. Ноги поднялись вверх. И вы мягко-мягко раскачиваетесь. Мягко-мягко. Плечи вниз. Шикарно. Те, кто хочет увеличить нагрузку, вы можете добавить темп. Раз, два. Раз, два. Кто не хочет, пусть делайте медленнее. Медленнее. Если вы за техникой. Не хочешь делать быстро. Плечи вниз. Окей. Макушка вверх. Сделаем еще два раза. Вдох. Опускайся вниз. Ноги. Заметьте, ваши колени абсолютно прямые. Они не умеют сгибаться. И вы поднимаете именно бедра. Еще раз. Корпус. И бедра. Супер. Опустились вниз. Руками оттолкнись. Просто надлится. Отдыхаем. Просто надлится. Отдыхаем. Хорошо. Вытягиваемся с спиной ноги. Шикарно. На самом деле небольшой блок еще остался. Нам необходимо включить ягодицы на работу. Будет небольшая силовая часть. Мы поработаем на мышцы, раскрывающей наш корпус. Пробирующей нашу осанку. Добавим еще одно блоскость. Очень красивое движение. Подтвердите. Оно в конце. Такой легкий бонус. Такой легкий десерт. Называется нам нема. Дороса. Далее мы с тобой. Переворачиваемся вновь на спину. Ложимся. Угу. Да. Ложимся на спину. И будем проверять функциональность наших галис. Здесь, друзья, смотрите. Лучше, если у вас под головой ничего не будет. Но если в положении лежа вы понимаете, что наша голова назад запрокидывается, то хотелось бы подложить что-то под нее, но под никого. Обязательно плоская. То есть никаких валиков. Именно плоская история. Вниз. Руки в торговлю. Стопы на ширине тазовых костей. Колени на ширине тазовых костей. Ображение таза шел на брич-плечевый мост. Для того, чтобы правильно выстроить тело, я вас прошу покачать тазом и поработать. Сначала вы сделаете прогиб в кояснице, а затем немного на себя. Да. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. И мне важно, как вы опускаете таз вниз. Вдох и с выдохом таз вниз. Вдох вы делаете прогиб. Вперед. Шикарно. И выдох обратно. Окей. Прямо вниз. И за то, что раз мы с вами будем выполнять сам плечевый мост. Вдох. Таз вперед. С выдохом таз на себя. И начинаем приподнимать ягодицы над полом. За ягодицы вы поднимаете таз. Как будто я тебя краном поднимаю. Да. Вверх. Вверх. Поясничная часть. И нижний грудной отдел. Поднимайся. 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 Все влечья там видно. Прямо вниз. Круги вдоль корпуса. Когда вы подниметесь вверх. Подтянитесь бедрами вперед. А лопатки погрузите вниз. Сделайте вдох. На выдохе выкладываем себя вниз. Как экскаватор. Ступенька за ступенькой. Позвонок за позвонком. Попускаете себя вниз. Раскручивайтесь. И продолжаем работать. Можно добавить прогиб. Если вам хочется любое снице. Если вам комфортно без прогиба. Задача наша выше вытягивать себя. Здесь, когда мы работаем. Вы хорошо толкаетесь стопами. И хорошо держите опору в своей лопатке. То есть мы держим две опоры стопой в лопатке. И опускаемся вниз. Прекрасно. В следующий раз мы с вами наверху будем останавливаться. Делаем глубокий вдох. И с выдохом поднимаемся вверх. Поднявшись вверх. Останьтесь здесь. Подтяните зону сгибания. Вперед. 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 Хорошо. Это положение стоп. Руки положим на подвздошные кости спереди. Спереди чуть легче вверх. И попробуем приподнять по одной ноге. Сначала одна нога поднимается правая. Опускается вниз. Затем левая. И я вам предлагаю приподнимать на 5-10, максимум 15 сантиметров над полом. Удерживая положение таза. Правая нога поднимается. Левая толкается в пол. Она опорная, она важнее. И вторая нога. Окей. Можете ребра контролировать. Очень осознанно. Если не занимаешься шикарно. Держивая движения тазовых костей. И можешь не так высоко поднимать. И мы с вами начнем включать функциональность этого упражнения. Будем работать чуть быстрее. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поэтому не так высоко. Вы начинаете идти по ступенькам. Раз, два. Раз. Не считайте. Раз, два. Раз, два. И теперь вы начинаете понимать, что вы опаздываете. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Выше таз. Выше таз. Прям биги, 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 биги. Раз, два, раз, два, раз, два. Ягодицами. Четыре, три, два, один. Стоп. И выложили себя вниз. Выложили вниз. Колени к себе. Дайте отдохнуть ягодицам в задней поверхности бедра. Надеюсь, все почувствовали, как они прекрасно включаются в этом упражнении. Отлично. Отдохнули, переворачиваемся на живот. У нас впереди два упражнения, друзья. Два упражнения на живот. Руки вытягиваем вперед. И они находятся шире, чем ваши плечи. Опускаем вниз. Отлично. Вы можете оставить только ладони, либо поставить фаларги пальцев. Фаларги пальцев. Мы геношереме отзывы костей. И помним уже организацию нашего тела. Макушкой вперед, стопами назад. И лобковый сельфиз в пол. Здесь давите хороший опор немного бедрами еще в пол. Живот подтягиваем вовнутрь. Представьте, что маленькая вишня, которую вы удерживаете. Прекрасно плечи вниз. Делаем глубокий вдох и, выполняя разгибание, поднимаемся вверх. Хорошая опора на кисти. Вдох. Грудина вытягиваемся. Шикарно. И опускаемся вниз. Вдох. Поднимаемся вверх. Плечи вниз. Отлично. И выгодим. В следующий раз на разгибание мы будем приподнимать одну руку. Вдох. Корпус поднимается. И рука поднимается. Пока лежат. Супер. И обратно. Затем вторая рука. Вы удерживаете положение центра. Сохраняете удержение макушкой вперед. Стопами назад. Ягодицы. Прекрасно. Вдох. Супер. И выдох. В следующий раз правая рука будет подниматься. Левая нога поднимается над полом. По диагонали. Вдох. И выдох. Далее левая рука, правая нога. И здесь помните про один момент. Задача не высоко подняться. А именно вытянуться в разные стороны. Такое ощущение, что я стою с одной стороны. Тяну. А кто-то стоит сзади и тянет вас за ногу. И ваша задача будет тянуться в разные стороны с хорошей организацией центра. В следующий раз левая рука остается. Стоп. Правая нога остается на весу. Все держим. Супер. А теперь с выдохом смена. Раз-два. На весу. Включаем трону. Раз-два. Раз-два. Прекрасно. Упражнение зацессунинг плавания. И те, кто сейчас выживательно пропускает тренировки по плаванию, начинают плыть быстрее. Раз-два. 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 Представьте, что вы видите под ванной. От одной стороны бассейна до другой стороны бассейна. Окей. Раз-два. 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 Чуть быстрее. Раз-два. 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 Четыре. Три. Два. Один. Супер. Стоп. Класс. Их будем молиться. Отдыхаем. Друзья, как дела? Все живы? Все хорошо? Одно упражнение самое прекрасное для вашей грудной клетки, для вашей талии и для ваших тазобедренных суставов. Супер. Кристина, раскручусь. Мы без тебя не справимся. Садимся в позу. Затсет. Она называется. Затсет. Проконтролируйте, чтобы ваша голень была параллельно коврику, параллельно одной линии. Правая нога сзади. Вы вытягиваетесь. Хорошо. Левая рука в стороне, либо правая относительно меня. Она на полу. Ваша правая рука, либо левая вытягивается вверх. Супер. В этом положении руку и подтянитесь вверх в потолок и опустите плечо вниз. То есть ваша лопатка тянется вниз. Вновь вверх. Смотри вперед. И с выдохом вниз. Супер. Вдох. Попробуй корпус немного выровнять в одну линию. Хорошо. Вдох. Стоп. Ага. Выдох опускает плечо вниз. Шикарно. Теперь мы сами начинаем наклоняться вниз. Делаем вдох, вдох, вдох. И представьте, что ваши лёбра раскрываются в сторону. И возвращаемся обратно. Угу. Наша самая задача не просто наклониться вниз, а раскрыть лёбра с одной стороны и подсобрать в другой стороны. То есть ваша талия вытягивается больше вверх. Мы сначала вытянулись, а потом наклонились. Вдох. Супер. Два. Вдох. И с выдохом обратно. Улыбайся. Вдох. Вдох. Супер. Плечо вниз. Возвращаемся обратно. Дальше мы подавляем с вами ротацию. Делаем глубокий вдох. Вдох, 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 вдох. И представьте, что ваша рука начинает занырить вовнутрь в некую ёмкость. Давай мы сюда. Вот. И ныряем вовнутрь. Стоп. Округляем спину максимально, толкаясь назад. Возвращаемся обратно. Вверх. Вдох. И на выдохе закручиваемся. Иногда я даю такой образ, как будто вы нитку вдеваете в уголку, да? В некую ёмкость, которая у вас есть под вашей подмышечной впадь. Вдох. Ага. Плечо вниз. И вот так. И мы сами скручиваемся. Вы вращаете свой позвоночник, как мокрое полотенце. Классное упражнение, особенно для тех, кто очень много сидит. Хорошо. Прекрасно. И поднимаемся вверх. Сейчас делаем с тобой на противоположную сторону. Стоп. Меняй ноги. Меняй ноги. Хорошо. Право-лево. Лево здесь. В опору. Рука вверх. Класс. Отталкиваясь. Вниз. И вдох. Супер. Выдох. И еще вдох. Вытягиваемся с вами вверх. Толкаемся ребрами максимально в сторону. Возвращаемся обратно. Сделаем еще два раза. И добавим ротацию. Вдох. Плечо вниз. Хорошо. Выдох. Плечо вниз. Еще раз вдох. Выдох. Выдох. Вверху стоп. Плечо опуская рук немного вовнутрь. И скручиваясь вовнутрь. Вдох. Начинаем вращаться вовнутрь. Рука сюда. Стоп. Лопатки сюда на меня. Скручивайся. Возвращайся. Делаем с вами еще три повторения. И начнем подтягиваться вверх. Вдох. С выдохом скручиваемся. 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 Больше вовнутрь ныряем. Вверх. Добавим чуть-чуть динамики. Вдох. Плечо вниз. Возвращаемся обратно. Еще раз. Вдох. С выдохом плечи вниз. И раскрываем пространство между нашими лопатками. Возвращаемся обратно. Отлично. Умница. Колени вместе. Колени вместе. И на край коврика мы с тобой перемещаемся. Лицом на коврик. Повернись на меня. Повернись на меня. Поставь колени. Поставь колени. Верни ножки сюда. Поставь как я. Молодец. Руки сюда. Поставь стопы в пол. И останься внизу. Останься внизу. Можешь пройти немножко вперед. Друзья, полностью отвисли вниз. Шейный отдел. Грудной. Максимально-максимально вытяжение задней поверхности вашего бедра. Делая глубокий вдох. С выдохом начинаем медленно раскручиваться позвонок за позвонком вверх. Поднимаете вверх. И годится направление вниз. И медленно-медленно. С небольшой упорой на переднюю поверхность бедра вы поднимаетесь вверх. Вверх, вверх, раскручивайтесь вверх поступательными движениями. Плечи вниз, макушка вверх. Делаем глубокий вдох. С выдохом еще раз. Спустимся вниз позвонок за позвонком. Вниз, вниз, вниз. Плечи вниз. Хорошо. День будет достаточно. И возвращаемся вверх. Вдох. Мы начинаем движение. И на выдохе возвращаемся вверх. Плечи опустили вниз. Макушка вытянутся. В этом положении проверьте стопы на ширине вязовых костей. Лобковый седус натравьте немного вверх. Колени меньше на разгибаниях. Они чуть-чуть согнутые. В твоем случае остаются. Ребра вниз. Плечи вниз. Представьте, что у вас в руках будет 5 килограмм. Если уйти с магазина. Тянемся руками вниз. Стой. Макушка вверх. Раскрыли грудную клетку. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще раз вдох. Глубокий выдох. Руки через сторону. Вдох. Вытянули сверху. Выдох. Еще раз вдох. Почувствуйте, как грудная клетка раскрывается. Еще больше. Выдох. Шикарно. А теперь очень красиво. Начинаем идти вперед. Нашим начинанием. А теперь уже в нашем случае в кровати. Вдох. И с выдохом мы уходим вместе. Спасибо, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok